Утро доброе, дорогие друзья! Я надеюсь, что вы прекрасно выспались. Если нет, тогда у меня есть отличное решение этой проблемы. Цитрусовые, правильно подобранный аромат, обязательно поможет вам взбодриться, ваша энергия повысится и концентрация тоже. А еще в этом случае помогает просмотр любимой телепередачи. Хочется верить, что в вашем случае это утреннее эспрессо. Меня зовут Катерина Стриха, давайте начнем этот день вместе. Сегодня в утреннем эспрессо. Гости программы расскажут о работе молодежного парламента в нашем регионе. Подведем итоги конкурса инновационных разработок «Инвест Уикенд». Узнаем, как Пущанский Дед Мороз встречал Снегурочку и Матушку Зиму. Уже сегодня в Бресте включат новогоднюю иллюминацию. Областной центр засияет новогодними огнями с приходом темного времени суток. А еще в 18.00 состоится торжественное открытие главной елки нашего города. Это произойдет на площади Ленина. Запланирована очень обширная развлекательная программа. Конечно же, Дед Мороз и Снегурочка обязательно придут в гости. Также будут выступать многочисленные вокальные и танцевальные коллективы, театр огня, цирковая студия. Будет еще несколько сказочных персонажей. Каких? Пока секрет. Приходите в 18.00 на главную площадь Бреста и все узнаете. Только в связи с эпидемической ситуацией не забывайте, пожалуйста, о правилах профилактики коронавирусной инфекции. Обязательно должны быть при себе медицинские маски, перчатки. Соблюдайте, пожалуйста, социальное дистанцирование в общественных местах 1,5-2 метра. Также как можно больше закаляйтесь, думайте о хорошем и, конечно же, гуляйте на свежем воздухе. А вот какой будет погода сегодня в некоторых городах нашего региона, вы узнаете прямо сейчас из прогноза наших синоптиков. Гро-при-на-син. Гро-при-на-син. При ослабленном иммунитете и частых инфекциях. Гро-при-на-син поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами. Гро-при-на-син для поддержки иммунитета. Гро-при-на-син. Брест и Брестская область. Всем доброе утро и хорошего вам дня. Город Пинск. Доброе утро. Кобрин, доброе утро. Город Лалавита. Доброе утро. Я желаю городу Кобрин доброго утра. Доброе утро, город Иваново. Город Брест. Доброе утро. Утро доброе, дорогие друзья. Это программа «Утренние эспрессо». Я ее ведущая Катерина Стриха. Я желаю вам отличного дня, чудесного настроения. Хочу верить в то, что вы прекрасно выспались, и ваш сегодняшний день будет продуктивным. А для того, чтобы он был именно таким, необходимо быть в курсе новостей, которые происходят в мире, стране и в нашем регионе. Быть в курсе поможет обзор прессы от «Утреннего эспрессо». Одной из важных проблем уходящего 2020 года в нашей стране стал бурный всплеск киберпреступлений. Ежедневно десятки, а то и сотни людей обращаются в правоохранительные органы с почти однотипными заявлениями о пропаже денег с банковских карточек. Причем, что характерно, в подавляющем большинстве случаев люди сами вручают реквизиты карт в руки высокотехнологичных воров. О том, как не стать жертвой киберзлодея, читайте на страницах свежего номера «Зари над Богом». По итогам областного фестиваля «Театральная полесье-2020» образцовый детский театр «Попугай» стал обладателем диплома второй степени. Коллектив представил на суд жюри сказку по пьесе Андрея Кружнова «Король в руля-ля». Подробности в свежем номере газеты «Яновский край». Исследователь-любитель Юлия Пивоварова не раз присылала в газету свои материалы о необычных путешествиях по лесу. В одну из таких прогулок женщина взяла и корреспондента «Кобранска-Ховестника». Что из этого получилось, читайте в ближайшем номере газеты. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Овнам ничто не помешает встретиться с друзьями. Вы вспомните прошлое, поговорите по душам и повеселитесь. Столько эмоций от разговоров не было давненько. У тельцов будет сложный день только в том случае, если они не прекратят вставить барьеры везде, где вздумается. Постарайтесь отдыхать даже в процессе работы. Близнецам нужно действовать настолько оперативно, насколько позволяет им внутренний настрой. Постарайтесь за этот день выполнить все обязательства. Раки, не тянитесь делами, которые ждут реализации почти год. Звезды советуют заняться ими до обеда, чтобы потом взяться за что-то новое и масштабное. Львам нужно стремиться к гармонии в общении с окружающими. Если поступит предложение о сотрудничестве, не сомневайтесь в своих коммерческих способностях. Девы будут настолько заняты своим внутренним миром, что пропустят самое интересное. Вокруг столько событий и новостей, что можно остаться без сладкого. Весы, не поддавайтесь депрессии. Если работы море, а близкие ждут моральной поддержки, кто, если не вы? Необходимо расслабиться с скорпионом. Тогда они смогут выполнить большой объем работы и получить за это приличный гонорар. Контакты с людьми лучше ограничить. Стрельцы могут оказаться в неприятной ситуации, если начнут лезть в чужие дела. Постарайтесь отвлечься на свои, тем более, что есть нерешенные. Козерогов может заинтриговать чей-то рассказ. Не исключено, что именно так появится новая цель, которая отвлечет от выполнения повседневных обязанностей. Гороскоп предсказывает водолеям день, который промелькнет перед глазами, как пейзаж за окном поезда. Вы построили грандиозные планы, но им не суждено реализоваться. Рыбам поможет продвинуться вперед коммуникабельность и доброжелательность. Только не нужно быть чересчур откровенными с теми, кого мало знаете. И мы возвращаемся в студию прямого эфира и продолжаем верить в чудеса. Потому что говорят, что мечты сбываются. И, как правило, это происходит гораздо чаще под Новый год и Рождество. Но акция, которую организовал Белорусский Республиканский Союз Молодежи «Елка желаний», в этом помогает. Друзья, во всех регионах области, в торговых центрах, в магазинах, в офисах находятся елки, на которых прикреплены открытки с пожеланиями юных жителей Брещины. Стать добрым волшебником может каждый из вас. Для этого необходимо зайти на сайт Брестской организации Белорусского общества Красного Креста, узнать, где же стоит елка с открыткой, прийти и взять любую открытку и осуществить желания любого жителя нашего региона. В таком случае хотя бы на одного ребенка в нашем мире станет счастливее. Ну а добрые дела, как вы понимаете, делать просто. Достаточно только этого захотеть. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к акции под названием «Елка желаний». Ну а на календаре у нас пока 18 декабря, до Нового года осталось не так уж и много. О чем же знаменателен день сегодняшней мировой истории, вы узнаете прямо сейчас из нашего небольшого исторического обзора. Сегодня 18 декабря, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1940 году в Германии был утвержден план «Барбаросса» – кодовое название плана вторжения Германии в Советский Союз. Предусматривался молниеносный разгром основных сил Красной Армии, западнее рек Днепр и западная Двина. В дальнейшем захват Москвы, Ленинграда и Донбасса с выходом на линию Архангельск-Волга-Астрахань. В 1959 правительство СССР, Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР завизировали проект строительства крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов – нефтепровода «Дружба». Строительство первой нитки велось почти пять лет. В 1963-м родился американский актер и продюсер Брэд Питт. Наиболее яркими его работами считаются фильмы «Бойцовский клуб», «Мистер и миссис Смит», «Двенадцать друзей Оушена» и другие. Сегодня Брэд Питт продолжает сниматься в кино, а также продюсирует фильмы. В 1973-м году начался 9-дневный орбитальный космический полет на корабле «Союз-13». Командир космического корабля Петр Ильич Климук – уроженец деревни Комаровка Брестского района. За этот первый для него полет в космос летчик-космонавт был удостоен звания Героя Советского Союза. В этот день, в 1994-м году, французский спелеолог Жан-Мари Шаве обнаружил пещеру с уникальной наскальной живописью. На каменных стенах было обнаружено более 300 портретов животных – львы, носороги и лошади. Возраст некоторых рисунков достигал на тот момент 30-33 тысяч лет. Самые большие руки в мире – их обладатель американский армрестлер Джефф Дейб. Спортом он увлекся в 70-х прошлого века. Сегодня окружность предплечья атлета составляет 49 сантиметров, а размер ладони – 40 сантиметров. Джефф без труда обхватывает ею баскетбольный мяч. Самые длинные ресницы в мире. Они выросли у жительницы Шанхая по имени Дянься. Длина ее ресниц почти 12,5 сантиметров. Для сравнения, высота алюминиевой банки из-под газировки составляет 11,5 сантиметров. Самая тонкая талия в мире. Здесь первенство за англичанкой Этель Грэнджер. Она родилась в 1905 году, когда мода на корсеты уже стала проходить. Но Этель так хотела угодить своему мужу, что не снимала корсет даже ночью. Изначально ее талия составляла 56 сантиметров. Но затем, за период с 1929 по 1939 год, она изменила ее до неузнаваемости. Обхват талии Этель Грэнджер составил 33 сантиметра. Рекорд не побит до сих пор. И мы возвращаемся в студию прямого эфира. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. И прямо сейчас в нашем эфире речь пойдет о работе молодежного парламента в нашем регионе. К нам уже присоединились наши гости. Друзья, знакомьтесь, пожалуйста, это Юлия Рогащук, заместитель заведующего отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Брестского областного комитета общественного объединения БРСМ, председатель молодежного парламента при Брестском областном совете депутатов. И Виктория Соличук, директор Клейниковской детской школы искусств и председатель молодежного парламента при Брестском районном совете депутатов. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Рассказывайте. Отлично. Есть какой-то секрет отличного начала дня? Вот что нужно сделать с утра пораньше для того, чтобы день был бодрым и продуктивным? Проснуться пораньше, чашечка кофе, наверное, и все. Виктория, а у вас? Ну и сразу звонок другу, как говорится, и сразу рабочие дела. По телефону это традиционно утром, конечно. Ну давайте тогда о рабочих делах. Молодежный парламент. Как давно он создан и для чего? Какие функции выполняет? Расскажите. Молодежный парламент, он своего рода такой коллегиально-совещательный орган, не является юридическим лицом. И основная цель его это регулирование прав и законных интересов в молодежной среде. То есть своего рода молодежный парламент это как связующая нить между молодежью, нашей молодежью и действующей властью. В нашем случае депутатами. Ну насколько я знаю, в районе молодежный парламент был создан немного, даже, наверное, не немного, а гораздо раньше, нежели в области. Расскажите, когда это произошло? Ну в Брестском районе в 2016 году, был в 2016 году первый созыв. Вот сейчас у нас закончился срок, сейчас начинается у нас уже второй созыв. То есть первый срок у нас был 4 года, а второй созыв у нас составит 2 года. Мы изменили положение. В первый созыв у нас вошли люди с 14 по 31 возраст, а уже второй созыв у нас составит возраст от 16 до 35. То есть мы немножечко уже продлили молодость, и поэтому у нас уже будет постарше, скажем так, чем в первом созыве. Работы проделано много, и работа тесно с депутатами идет. Это правда. Я бы сказала, наверное, это отличительная черта наша от БРСМ, потому что это правда, нас путают, спрашивают люди, это правда. Но наша отличительная черта, это, конечно, работа с депутатами. Допустим, у меня с районными депутатами, у Юли с областными. Ну и как показала практика, мы уже объединили усилия наши, и область с районом соединилась, мы и с городом соединились, молодежь именно, и начали совместно работать, дружить. И уже даже придумали новый проект, который ввели, скажем так, в дело уже. Ну вот что касается объединения, это впервые произошло в нашей стране, насколько я знаю. Почему вы решили объединиться? Какие цели, задачи вы при этом преследуете? Для чего? Ну вообще, наверное, чтобы, по сути, мало той молодежи, которая как-то мыслит в нужном направлении. И объединить усилия и работать дальше намного проще. Как мне, как Виктория, правда же, мы еще объединились и с городом Брестом. То есть сообща работаем, предлагаем какие-то идеи, инициативы и их реализуем. Ну, в принципе, вот. Ну мы вот видим результат вашего плодотворного совместного труда. Расскажите, что это за инициатива на что она направлена и кто принимает в этом участие? Судя по всему, дети из вашей школы искусств. Да, да. Ну на самом деле это родилось, вот по поводу еще, хотела уточнить, нашего сплочения молодежи. Мы это сделали не потому, что нам даже, то, что нам легче вместе работать, это правда. Мы сдружились, именно председатели сдружились, и это очень важно. Потому что, ну вы поймите, когда человек неприятен, с ним сложно работать. Получилось так, что все звезды сошлись, мы нашли друг друга городской, молодежный, областной и районный. Мы сдружились, в первую очередь, как люди. И вот этим нам стало интересно работать и про Гдаутина, как показала практика. Придумали мы такой проект, яркий я назвали его. Значит, тут работает молодежный парламент города Бреста, Брестского района, Брестской области и Академия молодых инициатив города Бреста. Тоже с нами дружилась, предложила свою помощь. Конечно, мы согласились, они активные. Задача в чем проекта? Я подключила учителей клиниковской детской школы искусств, изоотделения, художников. Это простые учителя, не специализированные, которые там работают с детками с отклонениями. Нет, это обычные учителя, которые работают с детками нормы. Профессионалы, которые готовят детей к поступлению. Вот они, скажем так, в такую стрессовую обстановку, я их кинула, но им очень понравилось, и они благодарны. И, значит, работаем мы с детками-инвалидами, с различными степенями. Пока мы провели это в Центре коррекции Брестского района, в вспомогательной школе города Бреста. И сейчас в будущем мы поедем еще в Стимул, в Веду и опять же еще в Брестский район возьмем. Приехали к ним, собрали деток. Академия молодых инициатив провела игровую программу с ними, очень облегченную, специально для таких деток. Потому что, вы поймите, они себя ведут неоднозначно. Но важно раскрепостить ее. Да, и неоднозначно. Это не дети норма. Очень нужно аккуратно, всякие есть психологические моменты. Но игровая форма, она всегда актуальна в таком случае. Да, да, но тут тоже главное не перегнуть палку. И вот с ними работают учителя. Вот я, в частности, тоже вместе с учителями стою так же, как говорится, у станка, и мы работаем вместе. Вот работы мы привезли, даже показали. Дети с отклонениями, они действительно искренне умеют радоваться. Они даже кладут мазочек краски, и они радуются так. Такое чувство, что мы ребенку норма подарили последний айфон. А вот этот ребенок положил пару мазков. Настолько искренние глаза, и они благодарны. Вот, правда, они благодарны. Вот вы каким-то образом выбирали лучшую работу, либо же вы поощряли всех деток, либо же это просто был способ собрать их всех вместе, познакомить между собой. Им приятно, что с ними работают. Приехали профессионалы, с ними работают. Им внимание уделили. Они увидели, как смешивают краски. Многие дети были просто в шоковом состоянии, что краски могут смешиваться, просто смешиваться. Вы представляете, у них просто шок был. Ну, мы еще планируем такого рода сделать вернисаж вот этих всех работ. Поэтому, как Виктория сказала уже, посетим еще и стимул ВЕДА. Надеемся, что эпидемия ситуации нам не помешает. Вот. И на февраль месяц мы планируем выставку этих работ. Итоговую. Вот такую итоговую. Ну, и, конечно же, безусловно, лучшие, наверное. Они все лучшие. Каждый по-своему отразил, нарисовал на бумаге. Вообще это и настроение здесь. Ну, в принципе, все, по сути, отражается на листе бумаги и с помощью краски. И вот ребята очень активные. Конечно же, безусловно, мы их поощрим, как-то отметим. Ну, еще главное, не забыли сказать, так как мы работаем все-таки с депутатами, не просто это провели мы такой, скажем так, вернисаж, да, вот этим поработали. Мы планируем, дай бог, чтобы у нас все получилось. Конечно, мы немножко забегаем вперед, но мы работаем над этими, работаем с депутатами, что по итогу выставки наши депутаты, вот районные, областные, подарят нужные подарки для центров. Мы попросили центров подать заявочки, что им необходимо, то есть конкретное. То есть, ну, они написали там некоторым телевизоры, компьютеры, что необходимо для работы с такими детками. И сейчас депутаты очень тесно работают. Вот у нас даже сейчас на данный момент, могу четко сказать, один депутат откликнулся и уже полностью самостоятельно покупает подарок одному из центров. У нас, кстати, вызвал ажиотаж ваш приход в студию. Иван из Бреста интересуется, каким образом можно стать членом молодежного парламента? Что для этого нужно и какие вопросы сейчас, в данный момент, стоят на повестке дня у вас? Для начала, вот сейчас у нас проходит в городском молодежном парламенте отбор, у них уже первый созыв закончился. Вот, и ребята присылают анкеты, проходят собеседование, как и с молодежью, так и с советом депутатов, в данном случае, вот городском. И на основании, на таком основании идет отбор. То есть они должны рассказать и о себе, предложить различного рода инициативы, какие-то проекты. С предложениями должны выставить, да? Какими качествами должен обладать человек, ну, помимо того, что у него должен быть возраст от 18 до 35, да, как вы сказали? Мы от 16, уже 16. От 16, да. Ну, в каждом парламенте как-то по-разному. Это мы просто сейчас внедрили, мы немножечко вообще поломали всю систему. Это только в районном? Пока, да. Пока мы поломали всю систему. А у вас с 18? У нас с 18 до 28. С 18 до 28 в областном и с 16 до 35 в районном. Вот условия, Юля забыла сказать, что, допустим, чтобы попасть в районный совет, в районный молодежный парламент, нужно быть, либо работать в Брестском районе, либо проживать, учиться. Соответственно, в городской, это быть в городе Бресте, я так понимаю, областной. Со всех регионов, именно учиться нужно работать. Учиться, проживать, возможно, то есть либо проживать, либо работать, либо учиться. Надо как-то к району, вы понимаете, чтобы работать в районе и знать проблемы района, конечно, ты же должен работать, либо жить. Делать что-то полезное. Конечно, если ты живешь в городе, работаешь в городе, учишься в городе, как ты можешь знать, что происходит в Брестском районе? Ну, в принципе, конечно, и мы должны внедряться в проблемы района. Вот мы плавно перешли к качествам, да, помимо того, что мы работаем, Вы же понимаете, мы работаем на основных работах в другом месте, а вот это вот молодежный парламент, это все наша личная инициатива, которая идет от сердца. Это в нерабочее время, в нерабочее, совершенно в нерабочее время мы этим занимаемся. А каким образом можно стать депутатом? Есть какой-то специальный образовательный проект, школа депутата, которая научит этому, да? Насколько я знаю, существует такая? Да, да, вот существует, и впервые она стартовала на базе городского парламента, уже себя показала, реализовала, ребята получили сертификаты об окончании данной школы депутатов. Вот сейчас же данная школа депутатов реализуется на областном уровне, мы планируем подключить и Брестский район, в том числе парламент, ну, чтобы это все было едино и... В комплексе даже каком? В комплексе, да. А сколько нужно учиться в школе депутата? Три года. Три года целых? А кто преподает? Преподает, она же является и организатором, и инициатором данной идеи. Тюга Светлана Анатольевна, помощник депутата при Национальном собрании Республики Беларусь. Ну, вы дополнительно каких-то специалистов разнопрофильных подключаете к обучению? Все в целом это ее программа, все рассчитано, продумано уже на три года, по сути, да, вперед, и на безвозмездной основе она приглашает специалистов, которые проводят различного рода и тренинги, и семинары, и консультации юридического, экономического и ряда других характеров. Ну, а вот вообще само обучение, оно бесплатное? Вообще, да. Какие перспективы? Куда дальше? Это некая такая кузница кадров, и можно предположить, что эти люди в дальнейшем, после того, как станут членами молодежного парламента, сделают что-то полезное, в итоге превратятся в руководителей разного уровня. Ну, вот здесь школа депутата, данный проект, он вообще реализуется только среди членов молодежного парламента, вот, и вообще, по сути, да, как мы считаем, молодежный парламент это кузница кадров, да, это старт какой-то резерв. Это резерв именно для дальнейшего, да. Может быть, кто-то себя и решит из наших членов молодежного парламента проявить себя в парламенте потом, например, при национальном собрании, кто его знает. Поэтому, а школа, данный проект, школа депутата, образовательный проект, ну, направлен на повышение вот этой политической, правовой культуры молодежи. Поэтому, ну, мне кажется, это очень здорово, что есть такая возможность у нас. Насколько я знаю, она, по-моему, вообще в мире такая одна наша, вот, говорила, что... И тем более бесплатно. Беспублики Беларусь точно. Нет, что бесплатно, бесплатно. Это же бесплатно. А вообще, насколько охотно молодежь идет в эту сферу, насколько охотно они подключаются к вашим инициативам, насколько больше их стало за последнее время в ваших кругах? Все работают, все заняты, и все после работы хотят прийти домой и отдыхать. Да, отдыхают, да. Уже свои устои, да, уже. Интересно. Да, но вообще много чего идет из семьи, это же правда, если семья заложена, вот, у меня всегда была заложена в семье такая помощь людям. Это важно, это очень важно. Это все начинается с того, что, хотя даже вот, все начинается даже с Берсема, который учит не пройти мимо бумажки, обращать внимание, вот, уборка памятников. Вот как бы это многие, да, смеются, это правда, вот есть такое в молодежи сейчас, это мы в общем говорим, это есть такое. Многие смеются, а все это составляется с частичек, это душу нашу составляет, понимаете? Слушайте, это так здорово, у вас глаза горят, когда вы об этом рассказываете, действительно понимаешь, что вы преданы этому делу. А вообще, чем работа молодежного парламента отличается от работы ныне действующего в нашей стране? Различия большие? Ну, во-первых, молодежный парламент, по сути, да, мы можем предлагать различного рода инициативы, те же предложения в изменении там законов, да, нормативно-правовых актов, но как таковой законотворческой деятельностью мы не занимаемся. Да, у нас сейчас есть много возможностей высказать свою точку зрения там на диалоговых, дискуссионных площадках, предложить какие-то свои идеи, варианты, но вот как действующие, ныне действующие депутаты сесть и принять какой-то закон, ну, мы не правомочны. То есть вы можете выдвинуть какую-то инициативу, да, высказать свое мнение относительно того или иного проекта, да, к вам уже прислушаются? Ну да, да. Как пандемия отразилась на вашей работе? Вы перешли в столь популярный режим онлайн? Да, мы сессии уже проводили онлайн, и у нас была даже диалоговая площадка онлайн, вот, с Юлией собирались вместе, вот она по области. Да, это правда, потому что даже многие, некоторые члены наши находятся в состоянии нездравия, но они могут, скажем так, по видеосвязи общаться, конечно, да, ну и мы не должны опускать руки. Все это временно. Это да. Это временно. Даже наш велопробег, это первое наше совместное мероприятие Брестского района, города Бреста и Брестской области, тоже в условиях эпидемии ситуации, пусть это было в июле месяце, да, она немножко у нас спала, но в то же время мы все равно соблюдали все нормы, правила и велопробег, поэтому провели... Мы в лесу, мы поехали в Прибужское полесье, это гордость нашего Брестского района, мы поехали туда, мы все на велосипедах, были с нами депутаты, депутаты были активные, да, действующие, вот Брестского района были, также у нас с нами была... Организатор вот данного проекта, школа депутата, Тюга Светлана. И молодежь была, и вот мы по лесу мчались, как говорится, по воздуху, дистанционно, вот, и хорошо, и мы познакомились ближе, потому что мы были так с разных сфер, даже все порассказывали, кто где работает, кто интересный, это вот эта неформальная обстановка, она расположила, мы картошку жарили, прекрасно. Ой, класс. Но при пандемии вообще рекомендуют прогулки на свежем воздухе как можно чаще, как можно больше, еще в хорошей компании, поэтому я думаю, что вы следуете всем рекомендациям медиков в этом случае. Стараемся, стараемся. Какие планы и перспективы на ближайшее время? Возможно, еще какие-то проекты планируете реализовать, либо же это секрет? Ну, мы планируем этот проект продолжать, мы надеемся подтянуть просто помощь депутатов, спонсоров, чтобы максимум пользу центрам принести, но продолжать мы планируем. Ну, вот сейчас у нас планируется встреча на днях, возможно, в Совете Республики собирается молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь, который был создан в этом году, 2 июля, действует, предлагает тоже различного рода свои идеи. И вот молодежная платформа существует у молодежного парламента при Национальном собрании, или же, как мы его называем, Республиканский парламент молодежный. Вот, платформа данная называется «Движение вперед», где каждый, по сути, молодой человек может предложить, либо высказать свою точку зрения, возможно, и существуют какие-то проблемы в молодежной среде, тоже высказать, предложить варианты ее решения, так сказать. Вот, и данная платформа действует, и там уже более тысячи инициатив от молодых людей поступило. Поэтому это будет как базис, или же, так называемый, пул для дальнейшей работы Национального парламента. Виктория, может быть, какие-то отдельные проекты планируются непосредственно на базе вашей школы? Ну, понятно, что с нашей школой все связано с творчеством. Мы всегда приходим к нашей школе, мы будем продолжать проекты, но есть уже маленькие задумки, пока мы не хотим говорить, потому что, знаете, все-таки жизнь такая штука, что может что-то получиться, а может и не получиться. Мы лучше все это утвердим и обязательно придем и расскажем. Ну, они действительно есть. И очень приятно, что эти идеи идут уже не от нас, а от молодых людей. Вот это уже говорит плод вот этот, вот он пришел. То есть вот люди уже начнут предлагать, а уже наша задача думать, как это реализовать. Уже это прекрасно, потому что сначала, правда, все было на наших плечах, и приходилось придумать и реализовать. Все было на наших. Теперь уже есть кому придумывать, мы их читаем, а теперь наша задача, как реализовать. И, слава богу, депутаты нам помогают. Вот буквально мы вчера были у нашего депутата при Брестском районном совете депутата Прокоповича Ирина Викторовна, у нее прямо на работе, она в отделе миграции работает, и мы были у нее на приеме граждан. И обсуждали, скажем так, просили помощи финансовой. Даже на реализацию. Помогут? Да. Помогут. Здорово. Ну, мы уверены, что у вас все обязательно получится, и это повод уже прямо сейчас вас пригласить к нам в гости, но в следующем сезоне, в 2021 году. Мы вас поздравляем с наступающими праздниками, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, возможно, вы им тоже хотите что-то пожелать. Уважаемые горожане города Бреста, поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем в Новом году только успехов, только новых достижений. И главное – здоровье. Уважаемые молодежь и все, скажем так, жители нашей страны, мы вас поздравляем искренне с наступающим Новым годом, со всеми праздниками, которые нас ждут. И мы будем надеяться, что все будет прекрасно, все будут здоровы, и мы победим эти пандемии, и все будет хорошо. Да, потому что сейчас самое главное – здоровье, благополучие семейное, и, конечно же, счастье вашим детям и успехов вашим детям. Что ж, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами, желаю вам отличного дня, чудесного настроения, и, как уже говорила, повторюсь, жду вас снова в гости. Спасибо вам доброе. Ну а наш эфир продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, на четверке, впереди еще много интересного. Путь в жизнь детским изобретательским инициативам стремятся найти в Молотковичской средней школе. Под руководством педагогов подростки разрабатывают различные инновационные проекты, практически готовые к реализации. В перспективе и универсальная открытая площадка для занятий уличными видами спорта. Микс скейтпарк, который предлагают 11-классники. Для Беларуси это, так скажем, в новинку. У нас не сильно развит этот спорт, и таких площадок специализированных, в принципе, очень мало. Я думаю, она была бы востребована, потому что, во-первых, у нас агрогородок на 2000 человек населения, в основном это молодежь. Во-вторых, мы совсем рядом с городом, и в городе у нас тоже очень много и бмксеров, и скейтеров, и они с удовольствием сюда приезжали. Чтобы скейтплощадка соответствовала всем требованиям, подростки даже в Белорусскую Федерацию скейтбординга обратились. В результате разработали планный проект, который с двумя другими был представлен на Пинском инвест-уикенде. В нашей школе было представлено три проекта. Это один проект по строительству микс-скейт-парка, второй проект был представлен учащимися 11 класса «Теренкурная тропа» или «Тропа здоровья», и проект учащийся 10 класса «Выращивание грибов в подвальных условиях». Мало разработать, нужно еще и достойно презентовать проект. Некоторые предложения из эпид-ситуации были представлены в режиме онлайн. В этом году оншлаг проектов. У нас заявлено 20 проектов с учреждения образования из четырех областей нашей республики. Наиболее большее количество проектов, 75%, представлено от учащихся учреждений образования города Пинска и района. Страусиная ферма, мобильное приложение, мебель изготовлена на уроках труда. Направления самые разные, как и презентации студенческих инициатив. Собственно разработанную биодобавку представили студентки биотехнологического и экономического факультетов. Наш биологический препарат представляет собой смесь грибов, двух видов, которая вносится в почву. И затем, взаимодействуя с самими корнями голубинки, создают своеобразный симбиоз, который помогает голубике расти и развиваться в будущем. Можно использовать как для растений при высадке их в почву, так и в лабораториях для микроклонального размножения. За все время проведения инвест-викендов, организованных Полесским университетом, реализовано восемь студенческих разработок. Сейчас все проекты мы стараемся подготавливать для решения проблем участников инновационно-промышленного кластера. В основном и сегодняшние проекты, которые представляют наши студенты, это из области биотехнологии, из области IT, из области финансовых продуктов. Советы по каждому проекту дали авторитетные эксперты. Субтитры создавал DimaTorzok Совсем немного осталось до Нового года. Да, этот праздник, я уверена, у многих из вас ассоциируется с мандаринами. Сложно себе представить семью, на столе у которой не будет стоять вазочка с этими фруктами. А они, друзья, между прочим, невероятно полезны. Я знаю, что мандарин называют рождественским апельсином. Он как раз созревает с ноября по январь. Фрукт богат витамином С, об этом знают все. В одном мандарине около 30% от суточной нормы. Также витамин В12 там есть. Он помогает бороться с выпадением волос и замедляет появление седины. А еще мандарины считают низкокалорийным продуктом. Поэтому, если вдруг вы решили похудеть к Новому году, у вас есть такая возможность. Но не злоупотребляйте, пожалуйста, этими фруктами. Потому что это очень сильный аллерген. Врачи советуют не перебарчивать и съедать не более 4 мандарин в день. Ну, на самом деле, есть и огромное количество способов подарить себе новогоднее настроение. Помимо мандарин, конечно. Можно, например, съездить в Беловежскую пущу к местному волшебнику. Тем более, к Дедушке Морозу совсем недавно вернулась любимая внучка Снегурочка и матушка Зима. О том, как происходила эта встреча и чем занимались в Беловежской пуще туристы и добрые волшебники, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Дедушка Мороз наконец встречает свою семью. Заскучал. Их не было почти 10 месяцев. По давней традиции на Масленицу внучка Снегурочка, девочки-дочки и матушка Зима отправляются на Северный полюс изучать климат и помогать полярникам. И вот время возвращаться домой. К этой встрече готовились мы очень долго, в полном составе, как и в прошлом году. Очень соскучились по нашему Дедушке Морозу, по детишкам, по гостям. Но на Южном полюсе мы, конечно, тоже без дела не сидели. Нужно было для всех приготовить подарочки. Вот, везем. Теплое объятие, радость встречи. И сразу за работу. Ее накануне праздника всегда много. Разобрать корреспонденцию, встретить гостей, подготовить подарки и даже раскрыть некоторые секреты чуда. Волшебство, вид, создается очень просто, мои хорошие. Что такое волшебство? Это внутренняя доброта, которая есть в человеке. Если человек добрый, можно считать, что он даже волшебник. А для того, чтобы сбылось что-то, какое-то чудесное действие, допустим, какое-то желание, просто нужно очень сильно верить в это все. Верить и хотеть, чтобы оно сбылось. И оно обязательно сбудется. Усадьба Деда Мороза к праздникам готова. В каждом уголке гостей ждет сказка. Каргота – сестра Бабы Яги. А потому и чувство юмора у нее соответствующее. Может посадить в печку или украсть кого-нибудь. Но… Держу слово Дедушке Морозу, которое дало. Мне нельзя бедокурить и нельзя вредить. Я же теперь добрая, люблю детей и уважаю взрослых. Гостей заждалась и поляна 12 месяцев, где можно загадать заветное желание. О том, что они осуществляются, свидетельствует сказочная статистика. Гости поместья завязывают на веточках елок яркие ленточки. Своя статистика и волшебные корреспонденции. Ежегодно накануне праздника сюда приходит до 30 тысяч писем от малышей и взрослых. Настроение хорошее предновогоднее открытие сезона. Поэтому решили впервые сюда приехать. С малышами стоять? Да. А кто тебе больше понравился, Дед Мороз или Снегурочек? Дед Мороз. А почему? Ну это он хаос. Мы решили сюда приехать именно сегодня, потому что выходной у всей семьи так совпало. Выехали в полчетвертого утра. Вот. И приехали сюда, чтобы почувствовать себя снова в сказке. Мы приехали из Гранинской области, в Белорусской пуще. Ну мы второй раз взрослые. Ребенок первый. Ребенка привезли в первый раз. Да, первый раз привезли. Нравится тебе здесь? Нет. А уже вечером засверкала огнями главная елка поместья. А это значит, пришло время сказок и чудес. Доброе утро. Если вы хотя бы раз в жизни задавались вопросом, какой напиток полезен для работы сердца, ответ прост – это какао. В нем содержатся белки, углеводы, цинк и много железа. А еще такое вещество, как меланин. Оно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Это дает возможность сохранить молодость и красоту на долгое время. А еще какао способно улучшить настроение и помочь побороть симптомы депрессии. При этом употреблять этот напиток необходимо исключительно в умеренных количествах, не более одной чашки в день. И можно даже сделать это во время завтрака. В связи с непростой эпидситуацией, учреждения здравоохранения Брещены работают в новом режиме. Разграничение потока пациентов, оформление рецепта в виде электронных карточек, выезд медицинского персонала на дом. В период распространения коронавируса начали функционировать и колл-центры. Каким образом они работают и куда обращаться, расскажут корреспонденты программы «Утренняя эспрессо». Не переключайтесь. Слушаю. Поликлиника номер 3, колл-центр. На другом конце телефона взволнованный пациент, который предполагает, что у него коронавирусная инфекция, повышенная температура, тяжелое дыхание и слабость. Регистратор консультирует. Если появились симптомы, похожие на ковид-19, важно оставаться дома и вызывать врача. Колл-центр у нас в третьей поликлинике начал свою работу 16 ноября. Вообще, это, как обычно спрашивают, что это такое, мы говорим, что это справка по ковиду. Пациенты звонят, спрашивают, сколько дневной изоляции, какие симптомы, что ему делать, если у него поднялась температура. Говорят, что в колл-центр проще дозвониться, чем в регистратуру. Таким образом, нововведение помогает оптимизировать работу медиков, оказать помощь пациентам, которые не могут прийти на прием. Важная задача – разграничить потоки и минимизировать визиты пациентов. Для этого в поликлинике номер 3 закрыто отделение дневного пребывания. Организованы отдельный вход для пациентов с симптомами острой респираторной инфекции. У нас выделена так называемая красная и зеленая зона. Зеленая зона – это для сотрудников, которые переодеваются в свои средства индивидуальной защиты, одевают халаты, маски, перчатки, щитки и все прочее. А красная зона – это для пациентов, которые температурят или которые болеют. Также выделение дневного пребывания нам позволяет организовать, и мы организовали в процедурном кабинете, сразу забор крови этим пациентам для исследования. Чувствуется нагрузкой в городской поликлинике номер 6. Здесь организована работа сразу трех колл-центров. Консультирует и психотерапевт. Такие горящие линии повышают качество обслуживания горожан. Основными вопросами это, конечно, остается выписка лекарственных средств, потому что многие волнуются приходить в поликлинику. У нас обычно в кабинете, там где колл-центры, находится несколько человек, потому что если я получила информацию, я ее получила, и я за нее несу ответственность, я начинаю эту информацию передавать, либо держать на контроле. Прощипали клиники, к новой форме работы уже привыкли. Сохраняют такие же профилактические меры, как и все учреждения здравоохранения. Плановые осмотры у нас, естественно, были сокращены. Выполняются только тем, кому это действительно необходимо, где нужна коррекция лечения, где нужно дообследование. Все остальные плановые пациенты, которым необходимо продолжение лечения, но у них откоррегировано, мы эти рецепты доставляем им на дом. Конкретное время приема звонков и номера телефонов можно узнать на сайтах учреждений здравоохранения. До 90% всех заболевших – это взрослые люди, только 10% составляет детское население. Среди взрослых у нас болеет преимущественно трудоспособное население, это до 80% всех заболевших. Поэтому говорить о том, что мы выходим на плато, как бы пока что рано. С 18 ноября у нас в области введен масочный режим обязательно. Хочется отметить, что за прошедшую неделю у нас в среднем на 5% снизилось количество выявляемых нарушений на объектах. Медики напоминают, сейчас самое время позаботиться о себе и придерживаться рекомендаций. Носить маску и обрабатывать руки антисептиком. Вот так. Ох, удобно. Смотри. Смотри, тебе рукой будет легче дотянуться, видишь? Давай этой рукой. Давай. Все дети болеют. Иногда дело доходит даже до стационара. Благодаря профессионализму докторов и чуткому контролю медперсонала, большинство юных пациентов быстро идут на поправку и выписываются домой. Но так бывает не всегда. И не со всеми. Этот мальчик в Брестской областной детской больнице живет уже несколько лет. Практически с рождения. У Захара тяжелое неврологическое заболевание. Современная медицина пока не в силах его вылечить. Он – паллиативный ребенок. Так же, как и Варя. Мальчик. 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 Какая-то. Хорошо, молодец. Варвара родилась у нас недоношенным ребенком, и сразу же с рождения у нас начались проблемы, сразу-сразу. Было очень трудно. Сначала просто это была борьба за жизнь. Потом, когда мы уже садаптировались более-менее к жизни, перевелись мы в третье отделение, ну и началась, ну не то что борьба, а уже мы подстраивались под нее. То есть вся сейчас наша жизнь акцентирована на ребенке. Трахеостома, ИВЛ, аспиратор – неведомые раньше мудреные термины давно в повседневном лексиконе Вариной семьи. Не все родители выдерживают такое испытание. Варваре с мамой и папой повезло. И в больницу она теперь приезжает только подлечиться, как и Анюта. Буську, может, дашь, Мишка? Мишка, дашь буську? Дашь буську? О, такая буська красивая. Умница, да? Аня у нас долгожданный ребенок очень. Все было хорошо. Все беременность, все хорошо. Родилась здоровой. На шестые, да, на шестые сутки днем она дала нам остановку дыхания. Понятно, скорая, реанимация. И уже, ну там, наверное, год прожили мы в реанимации. В обществе закрепился стереотип. Палеотивный, значит, умирающий. А это далеко не всегда так. Особенно в отношении детей. Это дети и не всегда там такие глубокие инвалиды, как нам кажется. Это дети, которые могут иметь хронические заболевания, неизлечимые заболевания. Но они могут жить, ходить. Дети с неврологической патологией при хорошей реабилитации, при использовании дополнительных средств реабилитации, конечно, их можно вертикализировать, их можно научить сидеть каким-то необходимым навыкам самообслуживания. На данный момент у нас больше фиксирует взгляд. Ну, то есть она уже отслеживает намного лучше, чем вот если брать вот изначально какие-то моменты. Она сейчас начинает двигать руками уже вот благодаря там массажам, каким-то занятиям. Ей очень нравится учиться. Вот кто бы что ни говорил, дети любят учиться. Главное к ним найти подход. И уметь считывать то, что они, ну, не могут сказать словами, но они дают понять. А, мне это не нравится, все, я это делать не могу. Просто немножко надо больше внимания обращать. Мне нравится гулять, идти, в машине ездить, бабушке, дедушке. Летом-то вообще здорово. Когда ее хвалят, что вот она там такая красивая, сегодня там еще что-то аж, тоже это сам. Нос кверху. Она, наверное, чувствует, что мы ее любим, поэтому она дарит нам такое счастье, улыбки, радости. Она очень редко плачет, она всегда улыбается, она всегда довольна жизнью. И вот, наверное, благодаря ее положительным эмоциям легче нам. Конечно, за каждым крохотным шажочком к улучшению качества жизни таких особенных детей стоит огромный труд родителей и преодоление множества проблем. Например, нужны средства реабилитации. Ходить в гости нужна коляска. Удобная, достаточно легкая. И с колясками у нас проблема. Выдали нам на пробу были коляску через соцзащиту, которая выдается. Она неудобная в обращении. Самое главное, она никак не походит для нашего ребенка. По крайней мере, для нашего есть дети, которые держат голову, спину. Когда она уверенно себя чувствует, она может что-то разглядывать, может что-то слушать, руками делать что-то. А когда ей неудобно, она думает только о том, почему ей неудобно, что не так. Волнуется, плачет. В Брестской области 183 палеотивных ребенка. И то, какого качества будет их жизнь, зависит от взрослых. Ух ты, чья рука большая? Чья рука? Где нос? Дзынь-дзынь. Эй, Захар. Щеки-щеки, губы-губы. Главная моя задача в работе с палеотивными детьми в очень тяжелом ребенке видеть не только его болезнь, а увидеть самое главное – это ребенка. Моя задача непосредственно – это обучить правильному позиционированию, правильному перемещению, обучить правильному контакту с такими детьми, увидеть так же, что они развиваются, они растут, научить их играть, в игре научить их перемещаться. Самое важное, что у нас в стране начало развитие палеотив, и что эти дети стали во внимании. Анютка, держи. И все в счастье, все в радость. Да, то есть было тяжело, было морально вообще, я был подавлен. Ну, время идет, и все-таки счастливые моменты. Они должны прийти, главное – верить в себя. И верить в себя. И лучше они. Наверное, это надо нам взрослым в первую очередь. Потому что такие дети любят людей. Учат не оценивать других по каким-то там внешним признакам. Детей ни в коем случае нельзя бросать. Потому что только мама, только папа, только родные люди могут помочь ребенку своей любовью. Скажу только так, что лучше, чем дома, ребенку не будет нигде. Пятница, 18 декабря. Это чудесный день для того, чтобы провести его в отличном настроении. Весь творческий коллектив программы «Утренний эспрессо» желает вам отличного дня, прекрасных выходных. Увидимся в понедельник в 7-10 утра на канале «Беларусь-4 Брест». Доброе утро! Меня зовут Татьяна. И сегодня мы с вами выполним упражнение для улучшения подвижности нашего позвоночника. Для начала разомнем запястье. Упражнение будем выполнять на четвереньках. Вытяните руки перед собой. Сожмите пальцы рук сильно-сильно в кулаки. И выпрямите их. Сжимаем руки. И расправляем. Сжимаем кулаки. И расправляем. Еще несколько раз. Ритм любой. Можно делать быстрее, можно медленнее. Главное, полностью выпрямляйте свои пальцы. Фаланги не остаются согнутыми. Замечательно. Опускаем руки вниз. Проверните плечи, опустите лопатки вниз. Большие пальцы во внутрь кулаков. Увращение запястьями по кругу. В одну сторону. И в обратную. Мы готовы перемещаться на четвереньки. Кладывание выставляем под плечами, на ширине плеч. Проверьте свои пальчики рук. Они полностью раскрыты. Не держим пальцы собранными. Не держим большие пальцы уголками. Выпрямите полностью все пальцы. Упритесь всей ладошкой в коврик. Пальцы ног могут находиться на коврике, а могут быть оттянуты назад. Как удобно для устойчивости вашего коленного сустава. Мы сейчас будем выполнять кошку в различных вариациях, в различных движениях. Согните локти. Сделайте вдох. Прогнитесь. Делаем обычную кошку. Ладошками тянем коврик на себя. А на выдохе выгибаемся всей спиной. Вдох. И выдох. Еще разок. Вдох. Ладонями тянем коврик на себя. Голова не падает на спину. И выдох. Округляем спину. Теперь на вот эту кошку мы будем накладывать движение вперед. Слегка согните локти. На вдохе как бы проныриваем неглубоко вперед. И округляемся назад. Делаем выдох. Кошка по кругу вперед. Ныряем. Вдох. И круглая спина. Назад. Выдох. Лопатки отводите по спине назад. Плечи остаются расправленными. Плечами не ложимся на свои уши. Шея остается свободной. Еще разочек. Вдох. И выдох. Повторим это движение, но в обратном направлении. Кошка по кругу назад. Слегка согнув локти, прогибаясь всей спиной, мы едем назад всем телом. А затем округляемся и накатываемся на руки. Круглой спиной. Вдох. Движение назад. И выдох. Округляемся вперед. Вдох. Прогибаемся в лопатках, в том числе выдох. Вдох. И выдох. А теперь сделаем боковое движение. Направьте свои ребра в сторону. Прогнитесь вниз. Выгните ребра в обратном направлении и округлитесь всей спиной. В сторону. Вниз. В сторону. И наверх. Обратите внимание на свои ладошки. Они остались точно так же прижатыми плотно к коврику. Боковое движение. Хорошо. В обратную сторону. В сторону. Вниз. В сторону. И выгибаем спину кверху. Шея продолжения позвоночника. Не забывайте про это. И ваша голова движется вслед за движением всего позвоночника. Прогибаемся. И выгибаемся. Я желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok